В этом сезоне специалисты агропромкомплектации планируют собрать 120 тысяч тонн бобовых и бобово-злаковых культур для заготовки сенажа. Работа кипит в нескольких районах, в том числе в Железногорском. Здесь задействовали больше 20 единиц техники. Это ворошилки, косарки и, конечно, комбайны. Михаил Жердев работает на одном из таких. Это уже его 19-й сезон. Вырос в деревне и помогал родителям на огородах. И плавно перешло в мою профессию в данный момент. Работаю на технике, на разной. Начинал работать на кейсах импортной техники. Комфортно работать. С каждой модностью техника совершенствуется и, как больше получается, облегчает работу механизатора в поле и способствует дальнейшим урожаям. На данный момент в Железногорском районе убрали почти тысячу гектаров многолетних трав. В день аграрии собирают в среднем 4 тысячи тонн. У нас ежегодный план примерно составляет 120 тысяч тонн. Это с трех укосов. Общая площадь у нас посева под многолетние травы составляет порядка 6 тысяч. И потребность наших КРСов составляет порядка 120 тысяч тонн в год. После того, как траву скосят, ее разложат равномерным слоем в силосные траншеи и утрамбуют с последующим укрытием. Следующий этап – биохимическая переработка. Иначе говоря, ферментация. Через определенное время, после того, как процесс ферментации заканчивается, идет отбор проб, анализы. Если все соответствует, корм соответствует употреблению, то, значит, уже можно его брать и кормить наших, скажем так, крупный рогатый скот. Всего за этот сезон специалисты агропромкомплектации планируют провести три укоса травы. Завершить кормозаготовку планируют к середине августа. Мария Колосова, Надежда Польшикова и Владислав Соболев. События дня.